Что же ждет каждый городской житель осенью? Бликов уходящего солнца на золотой листве? Переклички журавлей, улетающих на юг? Нет, городской житель ждет отопление. И ведь оправданно, с приходом осени в квартирах становится холодно. Приходится одеваться в свитера, а на ноги натягивать шерстяные носки. Ну а некоторые покупают себе обогреватели и живут счастливо в ожидании горячих батарей. О начале отопительного сезона, безопасности при эксплуатации обогревателей и печей и других важных моментах расскажет Константин Сухарев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми. Константин Ильич Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Как мы уже сказали, сейчас холодает очень сильно и люди либо задумываются о покупке обогревателя воздуха, либо уже такой купили. Так вот, сейчас огромный выбор представлен на рынке, какой же безопаснее все-таки купить? Есть какие-то нюансы, подсказки? Наверняка вы... Любой из электроприборов безопасен, если он заводского изготовления, эксплуатируется согласно технической документации. При этом соблюдаются элементарные меры безопасности. Это какие? Ну, например, если написано на приборе в документации не накрывать горючими предметами электрообогреватель, значит его не надо накрывать горючими предметами. Почему? У таких электроприборов есть сроки годности? Есть обязательно. У любого электроприбора есть срок годности. То есть и на это тоже нужно прямо ежегодно проверять и помнить, что если что нужно заменить на новый. Потому что иногда же покупает семья и пользуется там десятилетиями. По наследству передают? Ну, есть и такие. Ну, если уже от ветхости он начинает рассыпаться, естественно, уже не надо пользоваться такими электроприборами. То есть разумные сроки эксплуатации электроприборов должны все равно соблюдаться. То есть та самая привычка, которую не получается приобрести у русского человека, смотреть все-таки инструкцию по применению, надо все-таки себя настаивать и следить за этим? Естественно, естественно. Один раз надо прочитать инструкцию и потом уже все время соблюдать те требования, в том числе безопасности, которые отнесены к данному конкретному прибору. Если говорить о таком более древнем варианте отопления, это печь, когда используют на дачах везде, или собственный дом когда? Вот здесь какие нюансы учитывать, чтобы соблюдать безопасность? У отопительных печей, именно стационарно, конечно, есть определенные особенности в эксплуатации, есть сезонность, есть определенная обязанность, опять же, собственника по подготовке отопительных печей, таких к началу отопительного сезона. Все равно, даже если вы все лето не топите печь, ее надо к отопительному сезону готовить. На печи могут появиться сколы, сквозные трещины, печь может быть где-то разрушаться в каких-то местах. Поэтому обязательно перед началом отопительного сезона необходимо печь проверить, в том числе не полениться и залезть на чердак, убрать те, может быть, горючие материалы, которые в течение лета прислонил хозяин к печи, к трубе на чердаке. Зачастую такие вот вещи, несоблюдение таких вещей становится причиной возгорания. Трупа, опять же, в проходе через перекрытие, через горючие элементы здания может где-то лопнуть, где-то повезти ее, где-то может быть образоваться трещина, где-то она начнет примыкать без разделки вплотную к сгораемым материалам. То есть все это при начале отопительного сезона, интенсивной топки печи может стать причиной пожара. Ну и, естественно, уничтожению как части дома, так и целиком дома. Ну вот сейчас осенний-зимний пожароопасный период. Есть люди, которые знают хорошо, что нужно делать, что не нужно делать. Но в целом, как-то работа с населением ведется. Вот если я, например, чего-то не знаю, впервые купила дом, да, и... Так хорошо сказала, да, впервые купила дом. Первый раз в жизни пользуюсь печкой. Вот как-то обучиться, что-то поспрашивать. Может быть, вы, не знаю, памятки распространяете, что вот надо так-то себя вести. Ну, действительно, и сама система МЧС России реагирует на эти сезонные, так сказать, чрезвычайные ситуации. Прогнозируют эти ситуации, в том числе увеличение пожаров в этот период с началом низких температур. Сейчас у нас объявлено на территории как всей Российской Федерации, так и Республики Коми, так называемая профилактическая операция отопления. То есть это целенаправленная акция, где мы целенаправленно влияем как на население, так и на организации, которые не только печи в вашем доме или на даче. Мы проверяем также все теплогенерирующие предприятия для того, чтобы быть готовыми к началу отопительного сезона. Для граждан это, конечно, в основном профилактические мероприятия, это рейды, раздача памяток. Сегодня я вот с профилактической целью к вам пришел, чтобы рассказать, как надо готовить печи к началу отопительного сезона. Еще один завершающий вопрос касательно детей. Понятно, что печь, русскую печь, не будет топить ребенка, но ведь рядом с отопительным прибором, обогревателем он может находиться. Вот нужно ли отдельно как-то провести с детьми беседу о том, что не подходить, например, или как себя вести в случае, если что-то вот странное? С детьми это, естественно, работа, это обязанность каждого родителя, каждого взрослого человека довести до ребенка элементарно. Не только касающейся печи, всего поведения, в том числе связанного с огнем. Начиная с элементарного, спички детям не игрушка, нельзя самостоятельно использовать опасные вещи, включать газ, топить самостоятельные печи. Это все запрещено, это все родитель, человек взрослый должен объяснить ребенку. Поэтому ребенок четко должен знать, если он видит, что что-то происходит, обязательно сообщить взрослым. Если взрослых нет, попытаться самостоятельно покинуть помещение. Ну и обязательно, если есть все-таки телефон сотовый, ребенок должен знать телефон вызова спасателей пожарных. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я надеюсь, что бдительность наших телезрителей будет расти и несчастных случаев будет не в разы больше, а как раз-таки намного-много меньше. Тоже все на это надеемся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова